День народного единства Российской Федерации грядет. Масштабный праздник, праздник, значимый для самой большой страны в мире. И прямо сейчас мы о нем и поговорим, а расскажет нам более подробно Якуб Зитулайв, заместитель главы администрации города Симферополя. Доброе утро. Прежде чем перейти к каким-то официальным информациям и заявлениям, хотелось бы спросить, как вы сегодня добрались, как проснулись, как начался ваш день? День в целом начался позитивно. Единственное, скажем, что огорчило, это погода. С утра неприятный дождик, а так в целом все прекрасно. Действительно, осенью дождь. С чего бы это? Для Крыма дождей это очень важно. Кстати, я вот обратил внимание, что в этом сезоне, в этом осеннем сезоне дождей было на порядок меньше, чем обычно. Поэтому хорошо, когда удается даже на дождь не обращать внимания и приходить встречать этот день с нами и с улыбкой. Итак, давайте перейдем к празднику, День народного единства. Что же произойдет в Симферополе? Ну а дальше поговорим о Крыме в целом. Праздновать мы планируем, отмечать данный праздник уже с первого числа. У нас достаточно обширная программа расписана на все четыре дня. Первого ноября у нас традиционно мы проведем большой этнографический диктант. Это мероприятие состоится в научной библиотеке имени Франко. Дальше у нас также будет большое количество фестивалей, ярмарок, мастер-классов. Одно из знаковых мероприятий – это у нас будет фестиваль кузнецов. То есть это кузнецы, мастера своего дела приедут к нам с каждого субъекта Российской Федерации. То есть будет 85 специалистов, и они будут все три дня, то есть второе, третье, четвертое ноября, работать в парке имени Тренева, проводить мастер-классы, показывать свои работы и готовить огромный арт-объект. То есть это изюминка, скажем так, нашего фестиваля кузнецов. Каждый субъект будет готовить контуры, скажем так, своего субъекта на карте России. И 4 ноября каждый субъект представит свой контур, и это все соединится воедино, и будет большая такая красивая композиция, которая называется у нас «Время Крыма». То есть она будет в точности повторять контуры Российской Федерации. Открытие данного арт-объекта будет произведено главой республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Он тоже будет, один из арт-объектов он тоже будет открывать. Это, скажем так, небольшой секрет. И я приглашаю всех жителей не только города Симферополя, но и Крыма, для того, чтобы они посетили данное мероприятие. Будет очень интересно. Также у нас 2 ноября пройдет турнир по мини-футболу на Кубок главы администрации города Симферополя. Уже третий год подряд мы проводим данное мероприятие. Среди команд национально-культурных автономий всего будет 7 команд. И каждого мы будем поощрять призами, то есть награждать. Никто не останется без нашего внимания. Прошу прощения. Маленький уточняющий вопрос. Вы говорите о футболе. Наверняка люди уже, зрители наши, заинтересовались и думают, пометочку сделали, что 2 числа надо принять обязательно участие. Вот хотелось бы узнать, есть ли возрастные ограничения, либо какие, либо другие. У нас возрастные ограничения до 35 лет. На сегодняшний день уже работа организационная проведена, команды сформированы. Кто хочет принять участие в качестве болельщика, мы всех приглашаем. 2 ноября в 10 часов утра в спортивный комплекс Лига. Это улица Крылова, 155. То есть там пройдет турнир, и опираясь на опыт прошлогодних турниров, мероприятие будет достаточно яркое, зрелищное, богатое на эмоции. То есть одно из знаков мероприятий, которое будет проведено в городе. Смотрите, как я понимаю, что в фестивале вместе с молотобойцами можно будет попробовать изготовить какое-то изделие, правильно? Да, конечно. То есть наши жители смогут принять участие. А на каких площадках мы еще тоже сможем принять участие, прийти и проявить себя не просто как активные зрители, но и как участники? У нас также можно будет принять участие в различных соревнованиях. То есть парк имени Гагарина, детский парк – это также две площадки, которые будут на протяжении всех выходных работать, будут проводиться различные спортивные состязания, будут проводиться квесты. Причем это как для людей постарше, так и для самых маленьких наших жителей. То есть мы предусмотрели мероприятие для всех групп населения. Можно будет прийти, принять участие в любом из мероприятий. Конечно же, основные мероприятия пройдут у нас 4 ноября на площади Ленина и на территории парка имени Тренева. То есть на площади Ленина у нас с утра, с 11 часов, также будет работать ярмарка народных ремесел народов России, где тоже можно будет принять участие, что-то изготовить самому собственноручно, какой-либо из сувениров. Также будет работать выставка национальной кухни народов России, тоже очень интересное мероприятие. И можно будет все попробовать. Можно будет все попробовать, да. Мы данное мероприятие проводили и в этом году на День города Симферополя, когда ему исполнилось 235 лет. Очень, скажем так, широким успехом пользовалось данное мероприятие. Оно проходило на День города, оно было на территории парка имени Гагарина. В этом году это будет на площади Ленина. Поэтому представители национально-культурных автономий в своих национальных нарядах будут презентовать свою кухню. Это не только интересно, но еще и вкусно. Ну, смотрите, из года в год, в принципе, почти ничего не меняется. Конечно же, есть какие-то нововведения, может быть, какие-то новые мероприятия. Расскажите, что пользуется спросом? Куда в большинстве своем люди приходят чаще? На какие площадки? Вот вы знаете, в принципе, изюминка Симферополя, да, изюминка Крыма, это в его многонациональности. Вот в целом по республике Крым, да, вот если опираясь на статистические данные, порядка 175 национальностей проживает. Вот из них в Симферополе достаточно активно проявляет себя 23 национальные группы. Это то есть те, которые зарегистрировали национальную культурную автономию и постоянно сотрудничают с администрацией в различных мероприятиях. Вот по истечению, допустим, года, по истечению 10 месяцев, у нас в рамках работы с национальной культурной автономией прошло уже 35 мероприятий. То есть и в этот раз, как бы, очень интересно также и для гостей Крыма, конечно же, проникать именно вот культурой каждой национальности. То есть они на этих мероприятиях ознакомятся с историей, они на этих мероприятиях ознакомятся с культурой, с обычаями. И, соответственно, как я говорил, самое вкусное, это, конечно же, кухня. То есть Крым, по сути, если брать, допустим, Российскую Федерацию в целом, да, 200 национальностей, да, проживая, в Крыму там порядка 175, то есть это вся Россия в миниатюре. И поэтому гостям очень интересно, конечно же, в первую очередь, проникнуться именно культурой, обычаям, кухней тех национальностей, которые проживают на территории нашей республики. Интересное расписание. Мне уже нравится. Кузнечным делом пошел, позанимался, спортом позанимался, силы потратил, проголодался, перекусил. И дальше можно самому, либо со всей семьей идти заниматься, опять же, интересными какими-либо вещами. Кстати, вы сказали, что праздничные мероприятия будут растянуты, если можно так выразиться, на 4 дня. И это же, конечно, далеко не все. Да, далеко не все. У нас также, конечно же, вечером будет концерт. Он начнется в 6 часов вечера до 9. И будет праздничный концерт с участием самых популярных, да, творческих коллективов в республике. Также, что немаловажно, будет автопробег, будет мотопробег по центральным улицам Симферополя. Для этого тоже есть своя аудитория, которая ежегодно, скажем так, принимает участие, подает заявки. То есть это те люди, которые получают от этого удовольствие. Ну и, как я уже ранее отметил, для, может быть, самых наших маленьких жителей, для наших детей будут работать площадки на территории Гагаринского парка, спортивные площадки, плюс площадка нашего республиканского ДОСААФ. Они будут проводить кружки по автомоделированию, по авиамоделированию, плюс будут проводить квесты, спортивные секции будут, различные спортивные мероприятия проводить. Поэтому будет интересно всем. Расскажите про этнографический диктант, вы вроде бы сказали. Это что-то вроде бы тотального диктанта? Это когда у любой желающего может принять участие? Да, он не только на территории библиотеки Франко будет проходить, также и в общеобразовательных учреждениях будет проходить этнографический диктант. То есть это будет своего рода тестирование. Из 30 вопросов текстовое задание, там продолжительность 45 минут. То есть любой желающий, который хочет проверить свои знания русского языка, литературу, он может принять в этом участие. Я уверен, что об этой теме можно говорить еще много-много-много. Тем не менее, хотелось бы вам выразить благодарность за такой анонс грядущего праздника. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Якуб Зейтулайв, заместитель главы администрации города Симферополя.